Музыка Говорит радио Свобода в эфире программа лицом к событию микрофона Михаил Соколов. Ну что ж, в ближайшие годы российскую экономическую систему ждет коренное обновление, сообщил Дмитрий Медведев в своей статье в журнале вопроса экономики. Премьер-министр России обещает обеспечить России значимое место в современном мире. Попробуем понять, что происходит не в мечтах формального лидера Единой России, а на самом деле. Наши гости сегодня доктор экономических наук, профессор, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер и руководитель отдела изучения потребления и уровня жизни Левада-центра Марина Красильникова. По телефону к нам присоединится географ профессор Наталья Зубаревич. Ну давайте начнем наш разговор. Здравствуйте, Евгений. И вот хотел спросить. Минэкономразвитие в ходе обсуждения бюджета, есть такая утечка, бюджет обсуждался с премьер-министром, предсказало стагнацию российской экономики на ближайшие три года. Откуда же берется оптимизм российской власти? Я тоже, кстати говоря, задаюсь этим вопросом, потому что рациональных источников этого оптимизма я не вижу. Почему? Потому что та же самая статья, о которой вы сказали, нашего премьер-министра, я ее почитал, ну по крайней мере в той версии, которая была в российской газете, и у меня сложилось такое впечатление, что да, с одной стороны, надо действительно экономическую модель, конкурентность, там в мире все, а с другой стороны, все хорошо, ничего менять-то не надо, оказывается, итоги утешительные, там есть целый раздел по итогам, все хорошо. То есть он отчитался, как бы? Ну там единственная маленькая деталь, уровень жизни упал, это вот как бы маленькая деталь, а так все остальное хорошо, импортозамещение у нас идет успешно, ну надо чиновников еще, пожалуй, подсократить, ну вот этот проект, офис вот этот проектный по образцу национальных проектов, да, которые действуют. Ну сейчас же создан вот этот совет по стратегическим проектам при президенте, а, по-моему, президиум или там исполком возглавляет Медведев, ну и они там сейчас обсуждают новые какие-то проекты, типа как тех, которые тогда были, ну что-то взрывоходили. Это вообще при Медведеве к президенте, да? Да, 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 ну и типа все хорошо, больше ничего менять особо-то не надо, то есть плохие времена мы пережили, поэтому я не знаю, на кого оптимизм рассчитан, может быть на избирателя, но избиратель уже все равно, он уже проголосовал. Ногами? Да, да, ну в том числе, что Дума уже есть у нас, в Думе и так собраны все оптимисты, я так понимаю, очень сильные, поэтому не понимаю, честно говоря. Хорошо, Марине Красильниковой тоже вопрос, а что граждане, вот что по вашим последним вопросам, есть ли у них основания для какого-то оптимизма в области экономики, в оценке экономики? Да нет, граждане тоже не разделяют этот оптимизм. Давайте посмотрим на те индикаторы, которые измеряет Левада-центр, вот первый график, который у нас есть, это так называемый индекс социальных настроений, это такая температура общества, вот самая толстая кривая здесь, и она показывает нам, что последние года два мы наблюдаем такое плавное ухудшение общественных настроений, и это происходит несмотря на бум оценок действий государственной власти в начале 2014 года, который существенно, который несколько поднял общий градус настроений. Это крымский энтузиазм. Да, этот крымский энтузиазм, он поднял общий градус настроений, но очень быстро реальная экономическая действительность вернула настроение людей на тот вялый негативный тренд, который сформировался на самом деле еще довольно давно, примерно в 2010-2011 году, поэтому никакого особого оптимизма нет, а самое плохое, что во всей этой структуре общественных настроений самая черная сторона – это взгляд в будущее. Будущего не видят, получается, и не инвестируют в будущее? Будущее не видят, в будущее не инвестируют, будущее вообще плохо себе представляют по нашим опросам, примерно чуть-чуть больше трети населения вообще говорят, что они не знают, что с ними случится завтра. Еще треть говорит, что они могут вообще планировать свою жизнь только на ближайшие несколько месяцев. То, что называется в экономических планах среднесрочные планы, это то, что доступно считанным процентам российских граждан. Ну, вот я думаю, что мы сейчас сравним то, что есть в вопросах Левада-центра и в наших совершенно не в репрезентативных опросах. Мы вот ту же фразу Дмитрия Медведева про коренное обновление предъявили москвичам, и давайте посмотрим, что они нам сказали. И послушаем, конечно. Верите ли вы в коренное обновление экономики, обещанное премьером Дмитрием Медведевым? Все на это надеются, без надежды, как жить. Ну, лично Дмитрию Анатольевичу я не знаю. Но как? Пока ничего не меняется. А Медведев молодец. Раз он обещает, ну, надо верить. Я думаю, надо верить. Верю. Но не до конца. Сколько уже было обещаний? Верим. Почему верить? Ну, вы обещали. Та экономика, которая у нас сейчас имеет место быть, Я считаю, что система уже устоялась определенным образом. Менять ее неинтересно никому из тех, кто имеет эту власть, менять. И, собственно говоря, какие-то мелкие подвижки возможны, но серьезные изменения, да еще в короткие сроки, ну, это нереально. Очень хочется верить. Больше сказать нечего. Хочется верить, и все. А верю или нет, наверное, под сомнением. Я верю в постепенное обновление экономики путем поступательного движения вперед. Вот. А его обещания я не слышал. Ну, наверное, оно на чем-то скроется. За такой краткий промежуток времени это сделать невозможно. На это нужны года и, возможно, не один десяток лет. Лет через 50, может, это не будет? У нас всегда как-то много всего обещают, но на практике не всегда получается. К тому же коренное обновление экономики. Ну, не знаю. Не могу сказать вообще. Вот верю, не верю, но очень хочется, чтобы у нас было обновление экономики. Чтобы страна наша процветала, потому что мы все-таки страну свою любим, родину. За Путина всех голосуем, за партию за его. Всему, что говорит Медведев, я не верила никогда, не верю и никогда не поверю. Когда говорит Медведев, я предпочитаю нажать кнопку другого канала. Ну, вот вопрос Марине Красильниковой. Как социолог, чье мнение из говоривших здесь показалось вам наиболее распространенным и репрезентативным? Наиболее распространенное было мнение, высказанное одним из... Ну, не репрезентативным, но наиболее распространенное было мнение, сформулированное так. Я надеюсь, но не верю. Вот я, честно говоря, не понимаю. Да, надеяться и не верить, да, может быть, надеяться и верить. Нет, вот я надеюсь, но не верю. Потому что, действительно, тот отрыв оценок действий президента и правительства, который мы видим в формировании динамики общественных настроений, он на самом деле отражает не только и, возможно, даже не столько реальную оценку того, что делается главами государства, а то обстоятельство, что люди во многом чувствуют себя лишенными возможности самостоятельно планировать свое будущее, самостоятельно строить свое личное будущее, потому что у них нет для этого ресурсов, и они не видят для этого подходящий, то, что экономисты сказали бы, инфраструктуру экономической, социальной и так далее. Поэтому единственное, что им остается, им остается надеяться на кого-то, потому что мы же не будем закрывать вообще образ будущего. Но этот образ будущего, он становится абсолютно аморфным, чтобы было что-то хорошее, но что непонятно. А текущие оценки того, что происходит сейчас в стране, подсказывают, вернее, не дают объяснительных конструкций для формирования вот этого положительного образа, который все-таки хочется иметь. Поэтому именно так, что я надеюсь, потому что я хочу, чтобы было хорошо, но исходя из сегодняшних реалий, я в это не очень верю. Скажите, а вот, скажем, такой показатель, как кредиты. Если люди берут кредит, значит, они что-то планируют на будущее. Мне кажется, вы там что-то замеряете в связи с этими настроениями. Готовы ли они действительно, так сказать, реально совершенно вкладываться хотя бы в собственное будущее? Нет. Можно показать график для тех, кто имеет возможность видеть графики, а для тех, кто не имеет возможности радиослушателей, я скажу, что стремление, готовность людей покупать в кредит в последние годы, а именно начиная примерно, опять же, с того же самого 2014 года, она резко пошла вниз, потому что люди говорят, что сейчас совершенно неподходящее время для этого, потому что они совершенно не уверены в том, что будет с ними завтра. Наши опросы показывают, что более половины наших респондентов говорят, что материальное положение их семей ухудшилось и не ожидают улучшений в ближайшее время. И на этом фоне люди не просто сократили покупки в кредит, люди вообще сократили свои покупки. И это мы можем продемонстрировать на другом графике, который нам сейчас покажут второй сначала. Это так называемый индекс потребительских настроений. Это индикатор, на самом деле измеряемый во всех рыночных экономиках, который показывает готовность людей тратить деньги здесь и сейчас. И он, собственно, и как мы видим на этом графике, уровень потребительского оптимизма, он сейчас довольно низкий. То есть я так прикину, где-то на уровне 2000 года, да? Даже чуть ниже конца нулевых годов. То есть 15 лет назад вернулось. Да, и главное, что я хочу сказать, что вот тот максимум, который был достигнут перед кризисом 2008 года, он так и остался историческим максимумом. Того уровня потребительского оптимизма, который был уже 8 лет назад, до него нам еще очень далеко. Сейчас мы примерно две трети от того уровня. Что значит, что люди не хотят покупать? Это значит, что торговля сворачивается. Это значит, что национальная экономика не растет за счет этого фактора. Оборот розничной торговли в августе минус 6% к августу 2015 года. Совершенно верно. А вот наше макроэкономическое моделирование, которое мы сделали в Левадо-центре и посчитали, как влияют потребительские настроения на динамику товара-оборота, показывает, что сам по себе прирост потребительских настроений дает примерно 0,2% прироста товара-оборота, даже при том, что денежные доходы будут не меняться. А, соответственно, ухудшение потребительских настроений еще более усиливает этот фактор сокращающихся доходов, который мы видим. У нас уже почти два года идет сокращение реальных денежных доходов населения. Евгения Гантмахева тоже вопрос в связи с этим. Я увидел тут оптимистическую цифру. Медведева говорит, что инфляция не выйдет за пределы 6%, там где-то было даже 4 цель и так далее. Насколько опять это реалистично? Или это просто такие психотерапевтические меры, которые успокаивают людей? Нет, инфляция подавляется на самом деле. Здесь тенденция, допустим, этого года по сравнению с прошлым годом, в прошлом году уже было практически 12%, но если мы говорим про официальный уровень, который объявлен, в этом году будет, конечно, меньше и в следующем тоже. Кстати, я хотел бы из той же самой статьи Медведева вспомнить, там есть такая любопытная фраза о перспективах спроса. Он сказал, что мы не будем поддерживать экономический рост увеличением спроса. Искусственно? Ну да, имеется в виду, у нас же нет. У нас же есть некоторые предложения, якобы в стиле Кенса. Столепенский клуб. Ну, например, да. Что вот, ребята, давайте мы сейчас людям дадим деньги, они пойдут в магазины и все задвигается, экономика будет больше производить и прочее. Вы думаете, что с этим проектом покончено, партия роста провалилась? Ну, не партия, партия роста давно провалилась, с самого начала, но я имею в виду, вот так называемая программа Столыпинского клуба, исходя из того, что написано, кстати, в этой статье, очень жестко, что никакой эмиссии, ставки по кредитам не имеют значения для развития бизнеса, написал Медведев, что спрос не должен стимулироваться, как драйвер экономического роста. Ну, это все, это основные пункты, которые они, собственно говоря, и выдвигали. Поэтому, ну, как бы... Так это хорошая новость, значит, получается. Ну, для меня, как для, так сказать, человека, который следит за ситуацией, что называется, я считаю, это новость хорошая. Хорошо, то есть этой авантюры не будет. А что же тогда будет? А этого никто не знает. А вот будет то, что Дмитрий Анатольевич там в таком вялом режиме написал, типа все будет хорошо. Программу реформ, да? Нет, ну, это на программу абсолютно не тянет, потому что у меня, например, есть такие вопросы. А почему там ничего не написано про бюджетную политику, например, про расходы на оборону? Там слова про это нет. Я понимаю, что оборона — это прерогатива президента, но Дмитрий Анатольевич мог бы написать, что да, конечно, президент решает, но мы считаем... Он же там пишет, что надо вкладывать деньги в образование за руханение. И правильно пишет. Откуда их взять? Да, при этом возникает вопрос. Жесткая бюджетная политика, ничего, эмиссии никакой не будет, инфляцию подавляем, бюджетный дефицит, естественно, не расширяем, что правильно, с моей точки зрения. Возникает вопрос. А где-то возьмешь деньги на образование здравоохранения, и он пишет про инвестиции в инфраструктуру. Значит, ну, что называется, тумбочка-то пустая, значит, надо где-то чего-то отнимать. Вот в резервном фонде возможно. Нет, ну, это уже не серьезно. Резервный фонд закончится, видимо, в следующем году. Ну, но есть фонд национального благосостояния, который тоже можно раскупорить. Но даже на это все палеотивы. Я просто к тому, что то, что он написал, эта программа не экономической реформы, это какие-то куски... Нет, нет, мы хотим понять, что они будут делать. То, что он написал... Я думаю, они сами этого не знают. Честно говоря, те люди, кто принимает решение, у нас это кто? Ну, Владимир Владимирович Путин. Он же, собственно. А он все откладывает и откладывает. Он сказал, Миша, обратил внимание, там дня три назад. Он сказал на встрече с членом правительства, надо вообще реформировать все, но чтобы, не дай бог, не было симптомов шоковой терапии. Но чтобы... Вот как-то вот типа и то, и то... Отрезать собаке хвост по кусочкам? Это известная история. Ну, видимо, я думаю, реально. Реально. Вот если посмотреть, что будет продолжаться. Будет продолжаться, конечно, вот эта вот деградация социалки, будет снижение уровня жизни идти, с моей точки зрения, они еще достаточно долго, но медленно. Они будут стараться это сделать очень постепенно, рассчитывая на то, что население адаптируется. Ну, в том плане, что оно, кажется, будет недовольное. Ну, оно действительно адаптируется. Да, да. Но оно не будет... Это вот как мы сейчас видели, да, опрос Радио Свобода. Население говорит, ну, все равно мы надеемся, да? Или как там... Будет жить и надеемся. Будем верить. Будем верить, да. Но вот типа этого. Давайте мы узнать, что у нас Наталья Зубаревич присоединилась к нам по телефону. Я хотел попросить, Наталью Васильевну, как регионалиста и экономического географа, нам немножечко объяснить, а что же происходит с регионами, с региональными бюджетами, поскольку сегодня в таком полузакрытом режиме на Совете Безопасности как раз говорилось о проекте основ государственной политики регионального развития. Я там потом что-нибудь процитирую оттуда из выступления Путина. Но сначала просто вы нам скажите, они же и так там... Они, в смысле, наши коллеги, наши сограждане, они и так живут довольно бедно в регионах. А будут жить еще беднее? Добрый вечер. Пока нет. Добрый вечер. Да, пока нет. По сравнению с итогами 15-го года, первое полугодие 16-го немножко другое. Доходы бюджетов выросли примерно на 2,5-3%, а расходы на 5%. И если в прошлом году резали и образование, и культуру, и ЖКХ в этом году предвыборный период не позволило это сделать, расходы на образование в номинальном выражении и на здравоохранение выросли на 2-3%, что ниже темпов инфляции, на соцзащиту на 6%, а выплаты пособий на 8%. И второй плюсовой такой рост 7% это ЖКХ. И это означает, что власть сделала себе два приоритета. Первое, изо всех сил стараться не повышать тарифы на ЖКХ, это очень болезненно. Ну а как компенсировать? Наращивать поддержку из бюджета. И второе, максимизировать выплаты пособий населению. Но это политика предвыборная, она закончится. И я бы с большим интересом протестировала итоги года, потому что есть такое у меня подозрение, что начиная с октября эти расходы будут ужиматься. Потому что ситуация с дефицитом бюджета лучше не стала. Да, картинка красивая, формально профицит, но он обеспечен по факту гигантским профицитом бюджета Москвы почти 180 миллиардов, большим профицитом Сахалина около 70 миллиардов, и там по 20-15 миллиардов все те же. Ханты-Мансийский, округ, Тюменская область, Московская область, Санкт-Петербург. Вот где-то 6-7 субъектов и задают вот этот итоговый плюс, а число регионов с дефицитом даже больше немножко, чем в полугодии прошлого года, 52, а не 50. К декабрю будет существенно хуже. То есть ситуация резко не ухудшается, она заморожена, это про дефицит, и денежки потрачены за первое полугодие с большим расчетом на предвыборную ситуацию. Но в октябре будет откат. И это означает, что адского кризиса не случилось, временный ремонт подвыборы совершен, но дальше будет тот же тренд, регионов больше денег не будет. Это совершенно понятно, доходы почти не растут. Пока выезжаем на плюс 8 в бюджетах регионов за счет НДФЛ, потому что чуть-чуть зарплаты повышаются, хоть немножечко, поэтому и налог на доходы физлиц растет. Но больше особо ничего хорошего, а самое печальное, в первом полугодии на 12% сократились трансферты субъектам федерации. То есть, ребята, крутитесь сами. Еще один вопрос, Наталья Васильевна. Не могу по итогам выборов вас не спросить. Есть такая, как говорит Дмитрий Орешкин, особая зона голосования, где управляемо примерно 10 миллионов человек за Путина, за Единую Россию, ура, ура, где-то 90% почти, как в Чечне, где-то чуть поменьше. Вот эта зона Северный Кавказ, Поволжье, Тыва, она что получает за это правильное голосование? Мои цифры очень простые. Получают далеко не все. Если мы посмотрим динамику трансфертов, хорошо получила Чечня за первое полугодие плюс 14%, но извините, это Кадырову индивидуальный подарок, человек должен сбраться хорошо, плюс 30% Ингушетии. Но если вы думаете авансом что-то добавили Татарстану, Башкирии, или у нас теперь появились новые русские регионы, с такой же интересной структурой голосования, 70% явки за 70% за Единую Россию, к сожалению, это теперь и Тульская, и Рязанская область, и Воронежская, к моему печали и удивлению. Нет, и авансом ничего не добавлено. Посмотрим по итогам года, но обычно такие подарки осуществлялись через дотацию на сбалансированность, во всяком случае, она и родилась как бонус после выборов середины нулевых, но, честно скажу, последние лет ТАТСИ, у нее функция другая, это пожарная команда, которая скидывает деньги в ситуациях как бы вот тяжелых, раздают многим, я не думаю, что это вот такая линейная связь, правильно проголосовал и получишь бонус, так когда-то было, правда, середина нулевых, но сейчас настолько все сложно в экономике, что не до бонусов в основном, а бонусы без всяких как бы яких получают особо отдельные товарищи, они и так их будут получать. Вот и хочется сказать российскому народу, господа товарищи, голосуй правильно, не голосуй правильно, все равно уже получишь известно что, то есть недополучишь, кроме, как правильно сказала Наталья Зубаревич, вот этих самых поименованных товарищей, которые первые стали в очередь. Наталья Васильевна, ну еще один вопрос на нашей консультации с вами, вот все-таки заседание Совбеза и какие-то очень расплывчатые совершенно слова Владимира Путина, красного солнышка нашего. Нам необходимо совершенствовать систему межбюджетных отношений, добиться устойчивого финансового обеспечения полномочий органов власти, субъектов федерации и муниципалитетов. В целом система межбюджетных отношений безусловно является одной из ключевых. Рассмотрим ее на отдельном совещании с участием представителей правительства и регионов. Там нужно совершенствовать систему целевых субсидий и дотаций. Я не знаю, я не могу это перевести на нормальный русский язык. А вы можете? Могу. Все сказанное правильно. Очень много надо поправлять, это верно. Но поскольку я знаю, что реально происходит и какие тренды, я вас их назову. Последние жирные годы, я имею в виду до 14-го и даже еще 14-й, основное дополнительное финансирование получали геополитически приоритетные регионы. Не те, которые самые бедные, а те, которые Северный Кавказ и то не все, Дальний Восток и тоже, не обязательно все, но в целом Дальний Восток и Крым как последняя история. Крыма уже порезали, порезали хорошо в первом полугодии. То-то они на выборы плохо пошли тоже. Ну, я могу назвать, опять же, это надо очень аккуратно говорить, потому что полугодие это еще не год. Трансферты могут быть передвинуты на вторую половину года, но по сравнению с 15-м трансферты к городу Севастополю сократились на 50% республики Крым почти на четверть. Я полагаю, что они сдвинуты на вторую половину года, но это некий знак того, что эта территория перестала быть приоритетом. Она геополитически важная осталась, но как политический приоритет, ну а что и так проголосует, все понятно. Поэтому надо посмотреть, что стоит за этими словами. Слова обтекаемый, в принципе правильный, но если опять это будет раздача отдельным людям за то, что они такие хорошие, или за то, что там стреляют, это одна история. Если это будет увеличение доли дотации в структуре трансферта, дотации на выравнивание, которое все-таки по формуле считается, если наконец уйдут эти жуткие иные межбюджетные трансферты, когда то Москве подкинут полбюджета какой-нибудь средней русской области, то Санкт-Петербургу тоже хорошую цифру. Почему по кочану? Вот так договорились. Вот если это будет уменьшено, я буду очень радоваться, потому что первая задача в политике межбюджетной это повышение ее прозрачности и резкое сокращение количества, особенно субсидий, которыми рулят министерства. Они не хотят отдавать эту функцию, потому что кто распределяет деньги, тот имеет власть. Спасибо большое. Наталья Зубаревич была с нами по телефону. Я обращусь к Евгению Гантмахеру. Но давайте может быть вы дополните как специалист по социальным вопросам, собственно, что происходит на этом самом региональном уровне. Все-таки что-нибудь хорошее найдем или совсем тоже плохонько оно? Я просто хочу вспомнить цифру, которую Путин сегодня привел на этом заседании Совмеза, что различия по бюджетной обеспеченности регионов достигают 30 раз в России. То есть третий мир и первый мир в общем один мой знакомый еще несколько лет назад еще, кстати, до начала всех этих событий крымских и прочих, что вообще Россия это организация объединенных наций. То есть есть африканские такие страны, которые очень еще глубоко, но есть типа Европы, Москва, Хантамансийский округ, например, и прочее. Я должен сказать, что для безопасности, если уж речь зашла, о Совете безопасности, это очень опасно. Это очень опасно, потому что Россия на самом деле распалась на несколько, ну, Наташа писала же сегодня про четыре, по-моему, четыре России. Очень такая была интересная у нее концепция, но на несколько кластеров, где люди даже живут по-разному. И не только с точки зрения того, сколько у них денег, а, ну, вот, слушайте, я сегодня в интернете видел петицию, меня просят подписать, ну, в Краснодарском крае люди стонут, что не хватает школ, дети ходят в три смены в Краснодарском крае. Это один из богатейших регионов, куда идет приток населения. Совершенно правильно, казалось бы, Краснодарский край, совершенно правильно, Миша, это же не республика Тыва, но Краснодарский край богатейший потенциальный регион, хороший климат и так далее. Сочи. Да, Сочи, и многие всех дела. И дети ходят в школу в три смены и люди в отчаянии пытаются обратиться к Путину. Это простая фраза, а ты не воруй. Ну да, я уж, нет, вот эти вот известные там много всяких характеристых комбайнеры, которые оттуда едут. Значит, получается, что там как-то складывается вот внутренняя ситуация в этом Краснодарском крае, что при прочих равных, допустим, в каком-то другом регионе России, там совершенно другие порядки, там совершенно другой вот уровень социального накала. Это к вопросу о социальном положении. Очень все раздроблено и это, может быть, поэтому Союз Безопасности собрался, я не знаю, потому что как-то они говорят о скрепах духовных, так я бы сказал, давайте мы Россию все-таки скреплять экономически, скреплять социально, это намного более важно. Ну, я не знаю, господин Патрушев, он, знаете, пугал, я помню, какими-то финскими сепаратистами в Карелии, там уж тинов-то не осталось, понимаете, что, у него такая роль, он должен придумывать угрозы, а потом их предотвращать. Может быть, они ходят с паспортами и написаны, что они Карелы? Ну, не знаю. Марине вопрос тоже, вот осознают ли россияне вот эту вот, не знаю, феодальную раздробленность, то, что Россия так разная, есть ли вот эти обиды какие-то на Москву, там, на центр, или люди, опять же, готовы терпеть, ну, пусть в Москве тут 200 миллиардов тратят на новые тротуары, а мы поживем без канализации? Нет, конечно, эта обида и противостояние центра, и провинции, и периферии, и города, и села, она, безусловно, есть, и она была исторически, и здесь ничего нового нет, но я бы сказала, что эти, эта обида как-то потихонечку уходит на второй план, я не хочу сказать, что ее нет, но она замещается с ее минутными проблемами, эта обида, а главное, она замещается тем, что и там, и там люди себя в сущности чувствуют достаточно незащищенными и беспомощными, и ориентирующимися вот на некую абстрактную верховную власть, которая должна помочь, вот она, конечно, в столице поможет быстрее, чем она поможет нам, но в столице тоже не надеются на самих себя, тоже апеллируют вот к тем самым надеждам, о которых мы говорили. Для меня очень показательным был опыт кризиса 2008 года в части измерения общественных настроений, про которые мы в начале передачи говорили, вот этот самый индекс социальных настроений, он состоит, как вы помните, из разных компонентов, там есть оценки власти, есть оценки собственного положения, и до кризиса 2008 года люди наиболее обеспеченные в российском обществе, так примерно треть российского общества, которое сверху, они демонстрировали совсем другую, совсем иную структуру социального оптимизма, их социальный оптимизм был основан на оценках того, что происходит с ними, что происходит с их семьей, что они ожидают от своего будущего, там они черпали основной оптимизм, в отличие от наименее обеспеченных слоев населению, для которых оптимизм был приравнен к надеждам на власть, но оказалось, что запас прочности обеспеченной части российского общества оказался очень невелик, и как только возникли экономические трудности, все население стало думать примерно одинаково, вот мы сами ничего не сможем, но мы должны надеяться на власть, и нам ничего другого не остается, вот это самое стремление встать под защиту государства и апеллировать к нему, вот этот самый патернализм, он немедленно проявился в самых широких слоях российского общества и объединил всех жителей провинции, жителей столиц, богатых, бедных и так далее. У нас значительная часть занятых просто получает зарплату от государства. Да. Давайте возьмем. Да. Напрямую или опосредованную? Да, ну смотрите, бюджетники, врачи, учителя, работник культуры, соцзащиты, чиновники, это более 10 миллионов человек. У нас чиновников считается муниципальными, региональными тоже пару миллионов. Ну плюс членов семей возьмите, они же тоже зависят от этого. Военные, полиция, ВПК, который сейчас снабжается заказами дырно, я бы сказал. Работники всяких, у нас же есть госкоорпорации, так называемые, тот же самый, Газпром, Роснефть, у тебя формальные какие-то акционеры на общество, мы же с вами прекрасно понимаем, или РЖД, что это такие квази-государственные кооперации. Поэтому у нас вообще государство контролирует более 60% экономики, прямо или косвенно, это известно факт. 70? Более 60. Ну там есть разные расчеты, но это, и я бы так сказал, ну здесь мне как экономисту абсолютно неудивительно, что как только наступают смутные времена, люди обращаются к кормельцу, ну ты же мне даешь оттуда вот руки, ну дай, почему даешь меньше. Да, дай, пожалуйста, эти люди же не настроены, даже если были бы условия для ведения бизнеса, допустим, их нет, эти люди не настроены, чтобы идти, допустим, заниматься предпринимательством, там еще чем-то. У нас экономика государственного типа, отсюда вот этот патернализм, плюс пенсионеры, пенсионеров же обидели, вот смотрите, им же в этом году не индексировали пенсии, они обрадовались, Марин, что-то, как-то вот я видел, что они с этим согласились, 5 тысячи подачка будет и все. Они, конечно, чаще возмутились, чем обрадовались, но вообще мы через неделю после обнародования решения о единовременной выплате взамен индексации, мы провели всероссийский опрос и спросили у людей, они вообще слышали об этом решении? Оказалось, что в среднем почти половина ничего о нем даже не слышали. Через неделю? Через неделю. Это в среднем. Но мы резонно подумали, что может быть не всем интересно, хотя это странно, почему человеку в начале рабочей жизни неинтересно, что происходит с пенсионной системой. Это уже довольно странно. Мы спросили, мы выделили группу неработающих пенсионеров, для которых собственно пенсия это единственный источник дохода. И оказалось, что среди них каждый пятый ничего не слышал. Людям это неинтересно. А может быть, им все-таки это не рассказывали? Ну, это еще одна сторона того, как работает государство. То, того, как работает социальная система государства. Государство, которое озабочено якобы низкой финансовой грамотностью населения, оно тем не менее не стремится популяризовать и донести до заинтересованных лиц решения, которые непосредственно касаются этих самых заинтересованных. Мне кажется, что тут просто работали средства пропаганды. Смотрите, им рассказывают про Украину, про Донбасс, про Порошенко, про что-то еще, про выборы в Соединенных Штатах, как там все плохо, какой кризис в Европе. А потом скороговорка говорят, вам выплатят по 5 тысяч рублей, не говоря о том, что не выплатят порядка 30-5 тысяч должок. И люди думают, что им заплатят 5 тысяч, а про эти 35 они даже не знают украденных. И, к сожалению, я хочу добавить, что действительно это событие даже тех, кто знал о нем, это решение, оно заинтересовало меньше, чем Олимпийские игры, безусловно. И это решение к моему разочарованию примерно четверть пенсионеров обрадовало. Это говорит... То есть они обмануты. Да. Это говорит о такой безграничной готовности к долготерпению, которая, мне кажется, является тем базисом, который позволяет правительству сейчас вот так вот медленно, постепенно сокращать, совершенно безнаказанно ухудшать уровень жизни массового российского населения. А может быть, они просто как в осажденной крепости. Приказы не обсуждаются. Враг, уворот, комендант скомандовал отдать деньги, я не знаю, на что, на продовольствие. Пожалуйста, отдаем, будем защищаться. Вот есть такое настроение? Мне кажется, отчасти есть. Хотя после Крыма, естественно, был всплеск вот этого. После Крыма думали, что если больше земли, то жить будем богаче, а на самом деле платить надо. Нет, там были не экономические соображения, там были соображения эмоциональные, там была залеченная, как-то так полеченная травма от распада великого государства. доза наркотика была введена, а теперь она снялась. Сейчас я хочу сказать, ведь вот эта пропаганда наша, она ведь перешла на какую нотку-то? Вот в том числе, кстати, в статье того же Медведева, чтобы мы сегодня немножко начали обсуждать, у него же там несколько раз написано, на Западе тоже все плохо, мировой кризис продолжается. Хотя там рост уже давно. Там рост, это как бы как раз Россия с ее отрицательными темпами роста смешно смотрится, но я бы сказал позорно, на фоне положительных темпов роста, пусть небольших, там 2-3 процента, которые есть в Соединенных Штатах, в Европе, вот, а он там в этой статье всячески подчеркивает, ну, ребят, ну, всем плохо во всем мире, ну, что вы хотите, привычно, врет премьер-министр. Типа, он там пишет, например, нет идеальной пенсионной системы, там у него есть в мире, ну, и нашли идеальную пенсионную систему, ну, если 10 раз менять в течение 10 лет, так не будет идеальной в России. Если делать все для того, чтобы из пенсионной системы сделать систему пособия по бедности, то и отношение к этой пенсии, вот, одна из причин, почему люди радуются, потому что пенсия не рассматривается как тот результат, который заработан каждым человеком на протяжении его трудовой жизни. Это такие деньги, которые государство дает. Мне кажется, что вообще сейчас за последние годы оказалось так, что уровень пенсии опять, как и в советское время, не зависит от трудового вклада, чтобы людей срезают верхнюю часть, там баллы эти ввели, никто не понимает, сколько он вообще заработал. Ну, стоимость баллы каждый год утверждает правительство. Ну, значит, это, извините, жульничество. Ну, как получится. Накопительные, значит, тоже изъяли. Накопительные угробили фактически. Вот вопрос, Евгений, кстати, я уж спрошу, там, они обещают, вот, опять же, в каких-то рассуждениях на следующий год в прогнозе Минэкономразвития, что с 17-го года пенсия будет индексироваться на инфляцию, там, на 5,8%, а они, в общем, смогут индексировать или нет? Или опять, может быть, они пообещают индексировать, а потом опять заменят разовой выплатой? Каков тут прогноз? Ну, в следующем году, да, в 17-м, я должен сказать, что вот, Марина начала об этом говорить, у нас вообще начинается новый предвыборный цикл. Вот, и вот то, что... Может быть, он в 17-м и закончится, есть такие случаи. Да, но вот то, что, кстати, Зубаревич Наташа говорила, что подбавили действительно денег в первую половину этого года на соцзащиту, там, на какие-то вещи, и, ну, как бы, на всякий случай пусть избиратель будет доволен. Так вот, конечно, я, например, не сомневаюсь, что 1 февраля 17-го года проиндексируют по инфляции. Ну, а она в этом году будет, судя по официальным прогнозам, там, 6-7 процентов. Естественно, снова не дадут работающим пенсионерам. 5 тысяч рублей всем пенсионерам. Кроме тех, кто живет за рубежом. Кстати, 5 тысяч не собираются давать тем пенсионерам, которые за рубежом. 300 тысяч человек, которые за рубежом, наши граждане Российской Федерации. Граждане второго сорта, получается. А какое основание, знаете? Какое? А у них не такой рост цен. То есть, понимаете, у них там дефляция вообще. Поэтому, зачем им давать? У них жизнь-то улучшилась, наоборот, с нашей российской пенсии. То есть, типа, уезжайте, и живите там. А у нас ведь эти 5 тысяч дается как компенсация типа инфляции. Это очень смешно. Я должен сказать, тут просто уже вообще логику не понимаешь. Это предмет для юридического рассмотрения. Вот можно ли так разные категории граждан ранжировать? Ну, это отдельный момент. Может быть, в одной стране там инфляция дикая где-нибудь в Африке, а в другой действительно дефляция где-нибудь в Японии. Ну, да. Момент уязвимый очень. Это уязвимый момент. Поэтому 17-й год, я думаю, индексация будет в полном объеме. 18-й это трудно сказать, потому что если выборы президента состоятся все-таки в марте 18-го года, то 1 февраля 18-го года, да, я думаю, что подарок пенсионерам все-таки какой-то сделать. Ну, им деваться будет просто некуда. А если раньше? Если раньше, то тогда нас ждет совершенно другая политика. Вот если вдруг действительно президентские выборы перенесут на следующий год, естественно, Путин переизберется, в чем нет никаких сомнений, или кто-то от Путина, от Путина, да, это, то там, я думаю, наступит период вот действительно жесткий, абсолютно, что бы ни говорили, потому что Медведев написал в статье ни о какой мобилизационной политике не может идти речи, это будет мобилизационная абсолютно политика, когда с людей будут встреч, я думаю, налоги будут повышены, и все вот эти вот ужасы, которые тут в последнее время говорят в виде слухов, в 17-м вряд ли, но вот тогда наступит время для этого. Да, я просто, кстати, обратила внимание, сегодня Владимир Путин вот к вопросу о Краснодарском крае подписал, точнее, дал поручение ввести курортный сбор, например, то есть это дополнительный налог на граждан, которые поедут отдыхать уже с лета. Ну, это налог на богатых. Как бы, как бы, как бы, как бы, не, ну, как бы, считается. Те, которые богатые, они, кажется, в Крыму и в Сочи не очень любят отдыхать. Я понимаю, но это, я бы сказал, сейчас многие решения принимаются, исходя из некого популизма, да, ну, вот кто едет, да, для простого российского человека в провинции, у которого нет денег, понятно, что у них такие курорты, он не едет, он на огороде сидит у себя. На самом деле, первое, на чем стали люди экономить, на поездках, на отдыхе. А вот в Сочи или в Крым, да, это уже побогаче, это богатенькие, ну, мы не считаем, что, ну, а налог на имущество. это совсем не дешевый отдых. Да, да. Вообще-то говоря, Крым и Сочи, как выяснилось, в приближайшем рассмотрении. Знаете, я все-таки, вот еще налог на имущество, например, которые будут платить по кадастровой стоимости, это серьезная вещь. Это вводится уже, да, это серьезная вещь. Ну, так а в больших городах, что, мало недовольства, еще захотят добавить. Ну, там, ну, долготерпение, как сказала Марина Дмитриевна, у нас достаточно большое у людей. Здесь, кстати, попадает под самый большой удар пенсионеры, потому что у нас все-таки есть такие случаи в городах, когда, допустим, муж, жена пенсионера живут, допустим, в трехкомнатной квартире. В центре города. Ну, она им досталась еще в советское время, дети разъехались, там, и прочее. Ну, вот их с их пенсии, которая сейчас у нас около 13 тысяч рублей средняя, их это может, ну, правда, пока у нас есть льгота, что налог на имущество пенсионеры не платят. Есть такая, кстати, такая льгота действует. Но, я думаю, что снова же как-то каким-то боком это обязательно отменить. Ну, каким-то боком, не в прямую, безусловно, но это будут достаточно большие деньги. То, что связано с дачными участками, вот, с второй недвижимостью, абсолютно. Ну, я уж не говорю про молодые семьи. А большие деньги, это сколько, может быть, такая платежка. это все региональное, естественно, потому что одно дело, все регионы хотят денег. Нет, там будет, я так понимаю, там есть определенные ограничения, но какие-то люди уже считали, что, допустим, двушка, в спальном районе города Москвы, не в центре, двушка, да, за нее, если оценить по кадастровой стоимости, люди в год будут платить там 30-40 тысяч. ну, ну, вот, вот так вот. Ну, то есть, не начнут судиться, конечно, но судебная система, она, конечно, я, между прочим, когда заглянул в свой личный кабинет по федеральной налоговой службе, я увидел, что моя квартира уже оценена по-другому, в которой я живу. Раньше она была по стоимости БТИ, теперь она уже оценена, типа, как по рыночной службе. Это было налоговое уровень, уровень налогообложения. А я, как пенсионер, пока не плачу. Уже не плачу, но, видимо, пока не плачу. Поэтому я наблюдаю, как-то немножко сострады, я пока смотрю на эту ситуацию. Вот, но я, мне это просто интересно. То есть, у меня стоимость квартиры возросла там десятки раз, на самом деле. Марина, а что вы думаете, вот люди действительно в городах, которым сейчас начнут предъявлять новые и новые налоговые платежи, они, собственно, ведь на выборах, показали, что некоторое недовольство есть. Одни не пошли на выборы, ну и вообще уровень-то поддержки и в Единой России, и в миллионах человек, которые за него проголосовали. И в процентах, если отбросить фальсификацию, в общем, на самом деле, ну вот там, если без Чечни и прочего, там оказалось где-то 38-40 процентов. То есть, реально-то он ниже, чем был. Вот, как они могут себя повести, опять же? Есть какой-то, какой-то потенциал для, ну я не знаю, протестов, там, какой-то активности, петиции хотя бы? Сейчас этого потенциала, в общем, мало, и люди после 11-12 года в массе выбрали стратегию ухода из политической, такой гражданской сферы и совсем, и вообще навыков коллективного, гражданского решения важных для людей вопросов, его, в общем-то, толком нету. Я опять хочу вернуться вот к этому самому примеру с пенсиями. И вспомню 2005 год. Монетизация. А решения, которые привели к тому, что с 1 января людей перестали бесплатно пускать, чтобы проехать в транспорте по их нуждам, эти решения были приняты за полгода до того, и были оппозиционные силы, политические, которые пытались привлечь внимание общественности к этим решениям, и как-то сформировать гражданский протест по этому поводу. Заранее? Да, заранее. Но население это не заинтересовало. Население готово реагировать только по жизненным показаниям, как сказал один мой коллега. Вот сегодня не пустили, причем не в тех случаях, когда вместо того, чтобы проиндексировать пенсию, тебе там добавляют 5 рублей. 5, извините, 5 тысяч рублей. Здесь все происходит в рамках одного и того же договора. Дали денег, но дали чуть меньше, они всегда меньше дают. А вот здесь была другая история, здесь с монетизацией льгот. Было нарушение нормативно-ценностной системы. Это был договор, что это бесплатно. И вот тогда это сработало. Сумма платежи за налоги на имущество, они сейчас существуют, они понемногу в последние годы увеличивают. Если сразу в 10 раз увеличатся. Вот если сразу в 10 раз, то, наверное, начнутся массовые неплатежи скорее, чем какое-то возмущение. коллективное. Там есть некий переходный период. А если это будет переходный период и постепенно, то это вот с большой вероятностью все будет так или иначе... Но неплатежи все равно начнутся. Да, но скорее начнутся неплатежи, Доходы снижаются, людям просто нечем будет платить, и бюджет не будет собирать ту сумму, на которую они рассчитывают. А может быть такая реакция? Вот людей прижмут, скажем так, и они, как говорят, начнут крутиться. Там что-то такое зарабатывать, сдавать, я не знаю, в этой квартире, в которой они вдвоем живут, кому-то комнату и что-то еще. Вот меня просто заинтересовало выступление Путина, который сказал, что самозанятых надо освободить от налогов на два года. Во-первых, они не светятся, они и так освободились от налогов. Во-вторых, насколько я понимаю, никто не собирается отменять статью Уголовного кодекса за незаконное предпринимательство. А без этого получается, что человек вышел из тени, ему могут предъявить предыдущие, что он там занимался чем-то таким и не платил налоги. В общем, без вот этого снятия этого репрессивного компонента это вообще выглядит, как какой-то крючок с наживкой для дураков. Я вообще хотела бы сказать, что попытка налогообложения вот этого всего малого бизнеса... Это уже самый мельчайший, знаете, паримахер дома. Да, это уже совсем... Мне кажется, что... От отчаяния, что ли? Это, наверное, от отчаяния, а потом все-таки можно обратить внимание на международную практику, в соответствии с которой все-таки самый мелкий бизнес толком не облагается, или по нулевой ставке, да? Ну или там в патенте какой-то небольшой. То же самое, кстати говоря, касается и имущества. Имущество во многих экономиках, оно, да, облагается налогом, но есть очень большой размер, начальный размер необлагаемого размера имущества, под который попадает значительная часть населения этих стран. То есть имущество начинает облагаться в тех размерах, когда оно выходит за пределы среднего размера. А у нас хотят ниже среднего. А у нас хотят ниже среднего, потому что, ну, зачем же тех, кто выше среднего, облагать налогом? Евгений, так какое будет все-таки экономическое поведение людей, которые задействованы в малом бизнесе и так далее? Ну, в мельчайшем. В мельчайшем даже. Хотя малый и средний уже пообанкротили, правильно? Им даже можно не интересоваться. Ну, потому что, насколько я понимаю, это предложение Путина не распространяется на ИП, так называемых индивидуальных предпринимателей. Тем более на малый бизнес, где работает, допустим, несколько человек, которые, допустим, платят налоги по упрощенке. И там есть упрощенка, вмененка, да, как бы два таких механизма. Вот если бы он сказал, давайте там отменим на пару-тройку лет налоги, может быть, это была бы, ну, скорее положительная мера, хотя это не тенденция была бы, но тем не менее. Потому что, действительно, правительство сейчас много говорит, ну, рассуждает о том, что надо повысить налоги, а тут вдруг президент сказал бы, ну, давайте вот с этого сектора снимем. Нет, он сказал, действительно, про этот мельчайший бизнес, который и сейчас не приносит казне вообще ничего практически, ну, с точки зрения доходов. Вот. И не будет приносить. Это, мне кажется, очередное такое политическое заявление, как бы, экивок в сторону бизнеса. Ребят, ну, видите, мы же вас заботимся. Нет. При этом всерьез обсуждают вопрос о повышении НДС, о повышении налога на прибыль, а это бьет, прежде всего, по крупному бизнесу и по среднему. Это всерьез обсуждают. Не знаю, когда это будет принято, но, скорее всего, после президентских выборов, ну, что-то из этой серии будет. А подоходный налог в этой ситуации могут повысить? Думаю, что повысят. Я давно об этом писал, еще несколько лет назад, что как только дело дойдет до каких-то сложных вот таких ситуаций, тем более, это жутко популистское решение. Там будет, конечно, зависеть от вот этих уровней, отсечения. Но снова же после президентских выборов президент новый скажет, ну, ребят, богатые должны поделиться. Народ будет аплодировать, да? Будет аплодировать. Ну, богатых же всегда, вот как с курортным сбором, но богатых же всегда приятно пощипать. Ну, я повторяю, тут еще зависит от профессионализма, потому что они могут рубануть так, что большая часть людей будет платить больше. Вот тогда они могут пожать бурю, безусловно. Поэтому, ну, это решение, оно носит чисто популистский характер. И надо сказать, что налоговая служба к этому у нас не готова. Люди не готовы писать декларации. Это же тогда мы переходим для значительной части людей к новой культуре. Вообще-то, как бы распоряжение собственными финансами. Сейчас же мало кто вообще декларации пишет. Ну да, когда вычет, нужен обычный человек. Да, но подавляющее большинство, 13% автоматом вычлено по месту работы. И в этом смысле, через сознание обычного работника вот эта вот уплата подоходного налога, это не проходит. Через сознание обычного человека. То есть это будет раздражать? Ну и раздражать. Я имею в виду, что надо будет писать эти декларации и так далее. Ну и раздражать. Ну да, люди не понимают, зачем им это нужно. Да, зачем им это нужно. И это не даст фискального эффекта. Снова же. Потому что тут же начнется дополнительный процесс ухода в тень. И я думаю, что казна просто, ну, если и получит дополнительно, то какие-то копейки. Эффект негативный намного превысит вот эту фискальную выгоду. Спасибо. Евгений Гантмахер и Марина Красивникова были в студии Радио Свобода. Вел передачу. Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...